Здравствуйте! С вами студенческие новости Казанского Федерального Университета и с вами я, Алена Липина. Все самое интересное вы узнаете прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Думаю, это хороший пример для детей, даже для наших, для мальчишек, девчонок, которые спортом занимаются. Что через спорт можно тоже добиться орденов, наград. Честь, слава, признание. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан наградил президент Рустам Мениханов Алексея Морозова и Даниса Зарипова, которые на протяжении последнего десятилетия были символами успехов хоккейного акбарса на российской и международной аренах. Такое признание звет хоккей неспроста. Сезонные игры барсов навсегда останутся в памяти болельщиков. Легенды Татарстана показывали блестящие результаты на протяжении многих лет, сметаясь ледяного пути всех соперников, ведущих хоккейных чемпионатов континента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внутрироссийский успех команда закрепила международным триумфом, небескропотливого труда гениального капитана. Кстати, Алексей Морозов вместе с Данисом Зариповым, легендой хоккей и наши герои, оканчивали юрфак КФУ в 2007 году. В свете последних событий, а именно в межсезонье Морозов подписал контракт с ЦСКА, а Зарипов с Металлургом и покидая команду Акбарса, Алексей утверждает, что завоевать здесь впервые золото, стать чемпионом России и чемпионом мира, грозе вратарей всегда помогал родной город. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Морозов с Данисом Зариповым, нападающим командой, всегда поддерживает друг друга на льду и в жизни, идя к успеху вместе. Скрипив и сдружив ребят, университет помнит и гордится своими героями, посвятив им в музей истории небольшую, но значимую спортивную экспозицию. Два года тому назад мы создали такой небольшой раздел нашей экспозиции, посвященный спортивной славе университета. Показали своих выдающихся спортсменов, которыми гордится наш университет. В 2011 году для создания нового раздела музей обратился к команде Акбарс с просьбой предоставить для музея атрибуты хоккеистов, на что те выделили множество ценных и важных аксессуаров, которые хранят здесь с трепетом и достоинством. Команда передала нам материал, вот эти экспонаты, которые вы здесь видите. Майка Морозова с 95-м номером, где он сам поставил свой автограф, его перчатка, фотографии, его шлем. Также в музее хранится и очень ценная вещь – клюшка, подаренная Алексеем Морозовым лично. Охватывает гордость, когда осознаешь, что такие легенды и достижения совсем рядом. Ведь Денис Зарипов – лучший нападающий, Алексей Морозов – символ команды. Эти летние игры обещают запомниться многими достижениями, а наши герои этому поспособствуют. Ведь Россия, Казань-Кафу – это место, где рождаются легенды. Алена Липина, Леонардо Влетьяров, новости на ходу. Российская сборная продолжает свое победное шествие, оставив далеко позади сборные других стран. Российский дуэт Александр Шибаев и Антонина Савельева стали третьими в соревнованиях по настольному теннису в Миксен-Универсиаде. Поединки за место в финале россияне в упорном противостоянии уступили японцам Коки Нива и Мисата Нива со счетом 3-4. Напомним, что Антонина Савельева является студенткой 4-го курса Института физкультуры, спорта и становительной медицины Казанского федерального университета. Мы болеем за наших спортсменов и желаем им ярких побед. А о том, как выглядит общая таблица первенства универсиады, знает Александр Александров. Все ближе к сотне. Своим блестящим выступлением на универсиаде 2013 сборная России практически ответила на главный вопрос, волнующий миллионы болельщиков. Покорится ли нашим спортсменам рубеж в 100 золотых медалей? На девятый день соревнований в активе россиян 95 наград высшей пробы. Безоговорочное преимущество над ближайшими преследователями уже гарантировало сборной Российской Федерации победу в общекомандном зачете. Но российские атлеты не думают останавливаться. Вторую строчку на данный момент делят между собой сборная Япония и Китая. У них по 15 золотых наград. Замыкает тройку спортсмены Южной Кореи, которые праздновали победу на универсиаде 14 раз. Приветствую на разных языках мира. Звучат в эти дни в деревне универсиады. Пожелания студенчества в обзоре наших корреспондентов. Пожелания студенчества в обзоре наших корреспондентов. Пожелания студенчества в обзоре наших корреспондентов. До плюс 24 градусов. Будет ясно и солнечно. Ветер северо-восточный. Атмосфера воздуха составляет 754 мм ртутного столба. Вечером плюс 18 градусов. Ясно. Ветер юго-восточный. 2 м в секунду. 16 июля обещается жарко. Температура поднимется до плюс 26 градусов. Весь день солнечно. Ветер будет дуть юго-восточный. 1 м в секунду. Вечером столбики термометров опустятся до плюс 22 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Даже погода сопутствует спортсменам универсиады. Мы желаем вам хорошего настроения. До скорого! Продолжение следует...